7 декабря в Институте международных отношений истории и востоковедения КФУ прошла еще одна открытая лекция. На этот раз перед молодыми историками выступил доктор филологических наук Николай Гринцер с темой «Актуальные проблемы гомероведения». Гомер – легендарный древнегреческий поэт-сказитель, создатель эпических поэм «Илиада» и «Одиссея». Гомера считают праотцом европейской литературы, однако его авторство ученые подвергают сомнения начиная с 18 века. Все споры и проблемы относительно происхождения и создания этих поэм принято называть гомеровским вопросом. Их довольно много, и они все такие простые, что приятно. Актуальные проблемы, они долго уже актуальны. Был такой человек Гомер или не было такого человека Гомера? Что представляют собой его поэмы, о чем рассказывают? Есть ли за этим историческая реальность или нет исторической реальности? И на что это вообще похоже в других культурах? Вот это и есть, собственно, основные вопросы гомероведения. Илиада и Одиссея считались у древних греков символом мудрости, справедливости и духовности. Люди исполняли их на праздниках, начинали и завершали ими процесс обучения. По ним греческие дети учились читать. Гомер стал примером для многих писателей того времени, а также классиков мировой литературы, которые черпали вдохновение у великого поэта античности. На греческую литературу он повлиял целиком, она вся вышла из Гомера и его постоянно цитировали. Ну а что касается дальнейшей европейской литературы, ну слушайте, это тоже каждом веке свое, но, скажем, в 20 веке был такой великий роман Джойса, Улисс, который весь построен на аллюзиях к гомеровскому тексту. Если не знать, что было в Гомере, то трудно понять, например, что в этом романе написано. Елизавета Евтифеева, Руслан Урозаев, Универньюс.